Великого Захардына Мухаммада Бабура Возрождение начинается с обретения идентичности, изучения и постижения собственной истории и культуры. В истории Узбекистана были величайшие взлеты науки и искусства. Это восточный ренессанс IX-XII веков, когда узбекскими учеными были совершены уникальные научные открытия, продвинувшие мировые цивилизации вперед. И ренессанс XIV-XVI веков, период великого Амира Тимура и Тимуридов, когда состоялось возрождение и расцвет литературы и поэзии, архитектуры и книжного искусства, традиционных ремесел. Сегодня впервые в таком масштабе стали подниматься вопросы значения культуры Узбекистана, преемника великих государств, вписавших незабываемые страницы в общечеловеческое наследие. Государство и президент страны за последние несколько лет не только сохраняют интеллектуальную собственность страны, но и создают условия для изучения этого наследия. Узбекистан 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 открыт миру. И это ощутимо не только в политике, но и в сверхискуссии. И одним из ярких проявлений этой политики стал мультимедийный проект «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» уникальный по своему замыслу и масштабу, который сегодня отмечает пятилетие своей работы. Такие проекты, они очень деликатные, они требуют большого дипломатического умения, много стран, исторические границы, понятия всего. И мне очень приятно, что это делается очень хорошо, и что мы уже имеем такой серьезный успех того, что тут представлено. И опять же, во многих формах, и книги, и мультимедийность, и телевидение, в общем, все вместе. Интернет – это хороший образец того, как надо работать в такой сложной сфере культурного наследия, в которой мы, музейщики и ученые, должны превращать войны памяти в диалог культуры. Для реализации этого проекта в Узбекистане был создан редакционный совет, куда вошли известные ученые-востоковеды. Совет возглавил академик Агмаль Саидов. Научным руководителем проекта стал академик Академии наук Узбекистана и академик Академии наук Грузии Эдвард Артвиладзе. Общее руководство проекта осуществляется заслуженным журналистом Узбекистана Сирдавсом Абдухаликовым. Такого рода проекты вообще воспитывают гордость за свою культуру, говорят о ее значимости. Поэтому, конечно, значение проекта внутри страны, оно очень высокое. Но и вовне это проявление мягкой силы, это продолжение политики. Это действительно очень умный, очень мудрый и очень дальновидный проект. Юбилейный пятый конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана собрал около 400 ученых и экспертов из 46 стран мира. Это ведущие востоковеды, коронаведы, специалисты и исследователи культуры и искусства Средней Азии. На пленарном заседании пятого конгресса присутствовали и знаковые политические личности Узбекистана. Заместитель председателя Сената Али Маджиса Республики Узбекистан Садык Сафаев. Пленарное заседание вел академик Акмаль Саидов. В преддверии открытия конгресса проектом было подготовлено более 10 выставок, которые пригласили ученых Узбекистана и зарубежных гостей в виртуальные путешествия по памятникам древних городов и познакомили с уникальными шедеврами искусства. Само название вернисажа вызвало огромный интерес у сообщества ученых. Поэзия Алишера Новаи в живописи, история Узбекистана в фотографиях, 3D-технологии в современной науке, картография в Центральной Азии между наукой и геополитикой, 100 выдающихся иллюстрированных рукописей Узбекистана. АПЛОДИСМЕНТЫ Осмысление и каталогизация шедевров культурного наследия Узбекистана, созданных на этой древней земле, но в силу тех или иных причин, оказавшихся за рубежом в крупнейших музеях и рукописных фондах России, Европы, Америки и Азии. Это археологические артефакты, редчайшие рукописи и уникальные миниатюры произведения прикладного искусства. Проектом были достигнуты договоренности о сотрудничестве с выдающимися исследователями, учеными-востоковедами, хранителями бесценных коллекций в зарубежных музеях, фондах и частных собраниях. Широчайшие международные контакты по всему миру дали возможность изучить коллекции, которые ранее были скрыты в запасниках и фондах, но без которых невозможно осознать подлинное значение наследия. Реализация столь масштабного проекта вызвала неподдельный, глубокий интерес научного сообщества и востоковедов всего мира. Грандиозные конгрессы, форумы и медиа-эвенты, в которых они принимали участие, продемонстрировали общность и единство ученых мира в понимании важности познания духовного наследия прошлого Узбекистана и его значения для будущего страны. На конгрессах и медиа-эвентах ученые презентуют десятки новых актуальных научных исследований, касающихся богатейшей истории, культуры и традиционных видов искусства Востока. И для нас очень важно, чтобы это изучение было очень комплексным. И мы сегодня говорим об Центральной Азии. Мы не говорим только о нашей стране. Мы понимаем, что это был огромный регион с огромными возможностями, с огромным потенциалом. И на этих землях действительно происходило взаимопроникновение различных культур, религий, языков, цивилизаций. И наш президент уделяет личное внимание тому, чтобы этот форум, это мероприятие прошло на самом высоком уровне. Ученые смогут свободно обмениваться своими предложениями, своими идеями. И как правительство Узбекистана мы готовы поддерживать такие начинания. Мировая практика еще не знала такого масштабного явления, когда ученые всего мира объединились для изучения наследия одной страны. В 2017 году в ходе первого Международного научного конгресса «Культурное наследие Узбекистана. Путь к диалогу между народами и странами» в Самарканде на площади Регистан впервые прозвучала идея о создании всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана. В следующем 2018 году в рамках второго Международного конгресса в Санкт-Петербурге была создана эта авторитетнейшая организация, куда вошли выдающиеся ученые многих стран и все те, кому дороги истории и культуру Узбекистана. Там же был утвержден устав общества, избраны его правления и научный совет. В 2019 году в Париже Всемирное общество получило официальную регистрацию. Самое активное участие в реализации проекта принял Фредерик Стар, американский историк, основатель и председатель Института Центральной Азии и Кавказа в Соединенных Штатах Америки. Его книги «Утраченное просвещение» и «Новое лицо Узбекистана», уникальные по своему содержанию, стали чрезвычайно популярными среди тех, кто интересуется политикой и культурой Востока. Первопроходцами «Шелкового пути» были не европейцы, не китайцы, а именно сагдийцы. У них была своя письменность, свой язык, фрагменты их письменности были обнаружены археологами. Это типичный пример того, сколько всего было потеряно. Нам нужно вернуть историческое и культурное наследие не только для Узбекистана, но и для всего мира. Сегодня международное сообщество объединяет 600 ученых по всему миру и более десятка новых проектов, в которых, безусловно, будут новые открытия и новые сенсации. Впервые в общечеловеческом масштабе стали подниматься вопросы о значении культуры и искусства народов Узбекистана. За пять лет было проведено и опубликовано сотни новых научных статей. По результатам этих исследований на пяти конгрессах и десяти медиа-форумах проекта, которые прошли не только в Узбекистане, но и в Великобритании, и во Франции, в Германии и в Соединенных Штатах Америки, в Чехии и в Польше, в Индии и в Японии, прозвучало более 800 докладов. К сегодняшнему дню уже истана и презентована мировой общественности 35 томов книг-альбомов «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». Участники пятого конгресса могли познакомиться еще с 15 новыми книгами-альбомами. Таким образом, на основе творческого осмысления неповторимого узбекского наследия проект и ученые Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации этого наследия совершили истинный прорыв, издав за пять лет в этом цикле 50 томов. Красочно иллюстрированные альбомы являются и каталогами выдающихся произведений, хранящихся в зарубежных музеях и библиотеках. Эти издания возвращают культуру Центральной Азии и Узбекистана в Узбекистан, а также помогут распространить ее по всему миру. И это замечательно. Многие факты о произведениях искусства, рукописях и их авторах, впервые опубликованные в новых книгах-альбомах, стали настоящим открытием. Узбекистан в исторических фотографиях. В этот том вошли фотографии из собраний Российского этнографического музея, из Института восточных рукописей и Института истории и материальной культуры Российской Академии наук, Русского географического общества и библиотеки Конгресса Соединенных Штатов Америки в Вашингтоне. Города и архитектурные памятники, представители правящей элиты, сцены повседневной жизни, этнические группы, проживающие в Туркестане. Авторы этих фотографий – Август Эхгорн, Самуил Дудин, Люга Крафт, Поль Натар. Фотографии, снятые в 19-м начале 20-го века, свидетельства огромного интереса и уважения к заповедному краю. Это замечательные фотографии, и вот почти 150 фотографий включено в этот альбом, который, мне кажется, должен дать такую вот широкую панораму жизни земли Узбекистана, ее населения конца 19-го, начала 20-го века. Богатейшее культурное наследие Узбекистана всегда было в поле зрения востоковедов и путешественников России и Запада. Рукописи знаменитого канона «Китаб Аль-Канон Фейттыб» Великого Абу Алии Бансины в библиотеках Турции. Канон врачебной науки Авицены переписывали из века в век в огромных империях от Ближнего Востока до Индии. Его караванами увозили как в Европу, так и в страны Дальнего Востока. А когда был изобретен печатный станок, канон был второй после Библии, напечатанной книгой. О великом лекаре Востока писал Данте в своей божественной комедии и в своих анатомических кодексах великий Леонардо да Винчи. Иллюстрированные труды Али Ширановаи в собраниях мира – это еще один новый том. Подлинники, прижизненные рукописи «Классика», украшенные уникальными миниатюрами в золоте, сегодня хранятся в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, в Британской библиотеке в Лондоне, в Бадлианской библиотеке в Оксфорде и в Национальной библиотеке Франции в Париже. Работу проекта я оцениваю очень высоко, потому что являюсь специалистом по рукописам. Я все эти рукописи, которые находятся за рубежом, за пределами Узбекистана, хорошо не знаю. Если я как специалист, не знаю, но остальным это уже тоже неведомо. И проект в этом смысле нам показывает дорогу, показывает фонды, где хранятся рукописи, которые связаны с культурным наследием, литературой, поэзией Средней Азии. Проект в чисто научном плане тоже помогает нам определить свою научную деятельность, научное направление и поддерживает своими изданиями. Отдельные тома новых книг-альбомов посвящены образцам восточной каллиграфии и миниатюры, хранящимся в частных коллекциях мира, а также узбекскому искусству в собраниях Польши и Великобритании. Среди 8 миллионов экспонатов Британского музея есть раритеты, созданные на территории Узбекистана. Среди них знаменитый золотой амударинский клад «Сокровище Окса», изготовленная из нефрита чаши Мерзолухбека с надписью на тюркском языке «Щедрость Бога бесконечна». Чаша была создана в Самарканде в XV веке, но, по предположению британских ученых, была вывезена сначала в Турцию, а затем в 1959 году она попадает в коллекцию Британского музея. Это новая книга, только что вышедшая, по коллекциям из Британского музея. И мы писали ее вместе с Ладан Акбарния. Сейчас многие музеи сами заинтересованы в том, чтобы быть участниками этого проекта. Это такая возможность получить красивую книжку, добротную, написанную специалистом. То есть такая популяризация их собственных коллекций, написанных экспертами, но при этом при помощи людей, заинтересованных на 100% в том, чтобы их культура, их наследие, их история была известна всему миру, причем на материале самых лучших образцов. Это, конечно, уникальная возможность. Несколько томов издания познакомят с коллекциями, которые хранятся в республике. Это рукописные собрания библиотеки имени Наваи, крупнейшего хранилища рукописи и книг, фонды которого начали формироваться еще в 1867 году. И собрания Государственного музея прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана. Музей с непростой историей, расположенный в историческом особняке XIX века, в доме Половцева, обладает обширными этнографическими коллекциями. В книгах-альбомах традиционный узбекский костюм по материалам музейных и частных коллекций Узбекистана представлено богатейшее национальное наследие узбекского народа, традиционный костюм и его региональные особенности. Мужская и женская одежда, которую носили в Бухаре и в Самарканде, в Хорезме и в Каракалпакистане – это лучшие образцы костюма и аксессуаров из различных республиканских музейных и частных коллекций. Они представлены в двух томах. В истории мировой цивилизации огромную роль сыграли города Узбекистана на Великом Шелковом пути, сохранившие на сегодняшний день свой неповторимый облик. В атмосферу прошлого можно погрузиться, познакомившись с книгами-альбомами, собрания музеев-заповедников Ичан-Кала и Кокант. Уникальные миниатюры, сохранившие на моблик великих императоров, впервые собраны в один альбом восточные миниатюры и исторические личности. Они были украшением редких рукописей и веками хранились в царских хитоп-манах, а сегодня являются раритетами крупнейших библиотек и музеев. От Метрополитен-музеев в Соединенных Штатах Америки до библиотеки Рамфургаза в Индии. Благодаря сделанной подборке перед читателями предстанет редчайшая галерея образов от Александра Македонского и Амира Тимура до представителей династии Тимуридов и Бабуридов. Выдающиеся миниатюристы Камаладен Бейкзад, Махмуд Музахиб, Бичитр никогда не писали их с натуры, но наполненные историческими сюжетами миниатюры с портретами великих императоров как будто приоткрывают завесу над загадками исторических личностей и их громадными империями. Новые тома, они аккумулируют в себе огромный пласт исследований и изысканий ученых многих стран. А за их содержанием и иллюстративным материалом безусловно кроется многовековая история Узбекистана. Мультимедийный проект предполагает и создание видеофильмов, которые вошли в книги-альбомы. Съемки фильмов состоялись в авторитетнейших музеях и библиотеках Санкт-Петербурга и Москвы, Берлина и Дрездена, Лейпцига и Штутгарта, Лондона, Кембриджса и Оксфорда, Дели и Токио, Парижа и Праги. В целом, для организации и сбора материалов, съемок фильмов было предпринято более 50 командировок за рубеж и внутри страны. И одним из актуальных новых направлений проекта стало создание многотомного фундаментального издания каталога всех археологических памятников на территории Узбекистана с единой картой этих объектов. Городище древнего Хорезма, археологические объекты старого Термеза, руины древнего города Оксикент. Это наследие уже многие годы изучается учеными-археологами и востоковедами. Некоторые объекты исследуются каждый полевой сезон, другие находятся в состоянии консервации. Но есть и такие городища, которые еще не изучены, и время неумолимо для них. Кадры хроники 30-40-х годов прошлого века сохранили работу и исследование крупнейшей хорезомской археолога-этнографической экспедиции академика Сергея Толстого, сделавшей немало открытий на поселениях Якиапарсан, Топрак-Кала и Кой-Крылган-Кала. Уникальные артефакты из грандиозных городищ древнего Хорезма хранятся в Эрмитаже и в Государственном историческом музее России, в Ловре и в Метрополитен-музее. Древние буддийские скульптуры и керамика, золото Дальверзина – это сенсационные находки Бактрийской археологической экспедиции, Каратипинской, Тахаристанской и Узбекско-Японской комплексных научных экспедиций. Широкие международные контакты узбекских археологов и совместные экспедиции внесли огромный вклад в мировую науку. Их исследования известны всему научному миру. На территории Узбекистана и в настоящее время работают международные археологические отряды, как, например, узбекско-французская экспедиция, артефакты которой экспонируются и в Лувре, и в единственном в Средней Азии музее археологии в Термезе. Проект аккумулирует многие исследования узбекских археологов и их зарубежных коллег, и на основе уже созданных трудов ученых издаст фундаментальный каталог всех древних городищ региона. Еще одна возможная тема для развития – это история документации архитектуры и искусства Узбекистана, потому что у нас в Эрмитаже, как оказывается, хранятся различные рисунки, схемы, планы, живопись, которые изображают памятники архитектуры Узбекистана в своем старом виде. Оно сделано выдающимися людьми. Есть планы, которые делал Щусев, планы мавзолеев Шахизинды, или, например, изображение Шахизинды руки Петрова Водкина. Ученые Всемирного общества планируют и издание многотомного каталога архитектурных памятников Узбекистана, куда войдет полный свод выдающихся сооружений. Исторические города Узбекистана сохранили сотни самых разнообразных средневековых архитектурных ансамблей. Построенные, начиная с IX века, медресе и мечети, дворцы и усыпальницы являются молчаливыми свидетелями невероятного яркого взлета исламского зодчества. Над созданием облика городов на Великом Шелковом пути трудились лучшие зодчи и мастера Маверонахра. Архитектурные ансамбли и комплексы Самарканда и Бухары, Шахрисапца и Хивы оказали значительное влияние на архитектуру Ближнего и Среднего Востока. Иллюстрированные тома, каждый из которых посвящен архитектуре отдельной области, будут включать в себя материалы о генезисе, становлении и эволюции мусульманского зодчества. Проект продолжит работу над изданием «114 коранов». В эту книгу-альбом войдут исследования выдающихся корановедов и ученых, занимающихся поиском древних рукописей Коранов, датируемых первыми веками хиджры. Истории священных рукописей, которые всегда были символом власти, всемирно известных Корана Османа, или как его еще называют, Самаркандский Куфический Коран, из мечети Ходжа Ахрары. И Коран из Кетталянгяра досконально изучены. Однако, несмотря на многочисленные версии, точной информации о том, где хранились эти уникальные списки, до XV века нет до сегодняшнего дня. В новый альбом «114 коранов» войдет и священный список, ранее принадлежащий Саларам, этнической группе тюркского происхождения, живших вдоль Желтой реки Китая. Салары были профессиональными проводниками на Великом Шелковом Пути. Сегодня эта рукопись хранится в городе Сунь-Хуа. В настоящее время уже проведена работа по изучению списков Коранов, которые хранятся в рукописных фондах Европы, России и Соединенных Штатов Америки. Многие из священных списков записаны на плотной кремовой среднезиатской бумаге. Ученые не останавливаются на достигнутом и продолжают свои исследования. Еще предстоит большая работа в крупнейших рукописных собраниях Узбекистана. Проект «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» уже имеет большой опыт по созданию фоксимиля рукописных шедевров «Востока». Это совершенно уникальное направление проекта, в рамках которого совместно с широко известным австрийским издательством «Мюллер и Шиндлер» уже изданы редчайшие рукописи и миниатюры. Мы несколько лет работаем вместе с Узбекистаном и проектом «Культурное наследие Узбекистана». Поэтому мы полюбили историю и наследие Узбекистана и хотели бы внести свой вклад в их сохранение и распространение. Мы знаем о великом рукописном наследии, которое хранится в библиотеках по всему миру. В этом году эта серия пополнится новым фоксимиля-альбомом, куда вошли известные миниатюры из фолиантов и манускриптов классиков узбекской литературы Абдурахмана Джами, Альшера Наваи, Джалала Дана Руми, Бадры Дана Хилуали, которого за его уникальный поэтический дар называли «маленьким Джами». В этот же альбом вошли миниатюры к произведениям выдающихся историков эпохи тимуридов Шарафиддина Али Язди и Мир Хонда, научных трудов и трактатов Аль Хоразми, Абурайхана Беруни, Авиценны, Аль Суфи. И мы увидели одну ценнейшую рукопись в Париже, столь прекрасную и уникальную. Она имеет огромное значение для истории Узбекистана. Рукопись к тексту Аль Суфи, крупного арабского ученого-астронома. Мир Зулукбек, внук Амира Тимура, правивший в Самарканде в середине 15 века, был не только правителем, но и великим астрономом, ученым. Поэтому он стремился наполнить свою личную библиотеку множеством важных научных трудов. Он приказал выполнить каллиграфическую рукописную копию книги Аль Суфи, а также проиллюстрировать ее чудесными миниатюрами на тему небесных созвездий. Именно этот манускрипт, в силу его исторической ценности и красоты, мы решили оформить в виде фоксимильной копии. Проект продолжит свою работу и над созданием отдельных фоксимилей, редких манускриптов и фолиантов, созданных на этой древней земле. Новым направлением проекта стало и изучение эпиграфических надписей на сооружениях Индии эпохи Бабуридов. Эпиграфические надписи на сооружениях Индии, построенных в период великих Бабуридов, которым посвящен отдельный том, являются не только носителями емкой информации в историческом, культурном и религиозном контексте. Они – взримое воплощение культуры того времени. Каждый император династии Бабуридов почитал своих предшественников. Акбар построил мавзолей своего отца Хумаюна. Джахангир построил мавзолей Акбара, а также достроил мавзолей Бабура в Кабуле. Усыпальница Джахангира была возведена Шорджахуаном, а он сам свое последнее пристанище нашел в уникальном мавзолее Тадж-Махале, который построил в 1631 году в память о своей любимой жене Мунтас Махан. В новом томе серии «Архитектурный эпиграфик», посвященном архитектурным памятникам эпохи Бабуридов в Индии, дана расшифровка сохранившихся сентенций и монограмм на главных сооружениях в Агри, в Дели, в Лахоре и в Кашмире. Узбекистан всегда находился на перекрестке цивилизаций. Это было частью его роли на Великом Шелковом пути. Если посмотреть на сегодняшнюю конференцию, то можно увидеть, что Узбекистан и сегодня находится на перекрестке международных встреч, идей и культур. Это именно то, что происходит здесь и сейчас. Мы должны перестать говорить о Шелковом пути и обмене культурами как о событиях далекого прошлого, ведь это то, что мы видим сейчас в настоящем. На Пятом Конгрессе ученые Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана по традиции приняли обращение к президенту Узбекистана Шавкатал Мерзиёеву, оказывающему личную поддержку проекту «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». Первый день Конгресса завершился большим приемом от имени спонсоров проекта нефтесервисной компании «Эриал Групп». Он состоялся в уникальном саду Ташкента, где растут 300-летние платаны. Фольклорная программа вечера и выступления народного артиста Узбекистана и еще семи стран Содружества Фаруха Закирова стала еще одним приобщением участников Конгресса к древней культуре Узбекистана. Проект с первых дней своей деятельности на безвозмездной основе передавал все свои издания в образовательные и культурные учреждения не только Узбекистана, но и других стран. Это более 10 тысяч экземпляров книг-альбомов с вложенными в них видеофильмами, которые были подарены в библиотеке крупнейших университетов, в научные институты, в музеи и посольства Узбекистана в зарубежных странах. В этой связи и пятый юбилейный конгресс не стал исключением. Членам Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана были вручены сертификаты о передаче им в дар 35 томов книг-альбомов проекта. А в конце октября в Международном медиа-холле благотворительная акция получила свое продолжение. Представителям дипломатического корпуса и узбекским ученым были вручены сертификаты на получение 35 книг-альбомов серии «Культурные наследия Узбекистана» в собраниях мира. Социально ориентированная благотворительная деятельность проекта является одной из эффективных норм международной дипломатии. Все, что касается подведения итогов, то для меня, мне кажется, что несмотря на то, что сейчас за эти пять лет пытаются подвести некоторые итоги, я бы этого делать не стал. Потому что этот проект, мне кажется, будет продолжаться еще очень многое время. А самое главное, что мне кажется в этом проекте, это отношение к культурному наследию. И вот те наши встречи, которые собирают исследователей со всего света. Пятый юбилейный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, после Ташкента продолжил свою работу в Хиве, в одном из знаковых дворцов города, дворце Нур-Лабая, который впервые за сто лет в эти годы был отреставрирован. На научной секции состоялось обсуждение культуры и искусства древней Бактрии, вклада народных мастеров XX века в декоративно-прикладное искусство региона, а также говорили о знаменитой средневековой тарефтике, которая является украшением экспозиции многих музеев мира. Ученые проекта побывали и в Нукузии, где приняли участие в Международной археологической конференции «Археология и туризм», посвященной вопросам археологического наследия и фундаментальной науки. Ученые познакомились с городищами древнего Хорезма, которые сегодня входят в юрисдикцию Республики Кыргал-Пакистан, а также приняли участие в Международном фестивале искусства Бахши, который состоялся в амфитеатре, построенном напротив так называемого «Лувра в пустыне» легендарного Государственного музея искусств имени Игоря Савицкого, обладающего уникальными национальными коллекциями и полотнами русского и туркестанского авангарда. Еще одним знаковым событием Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана в этом году стали новоинские чтения, которые состоялись в декабре в Санкт-Петербурге и были посвящены 580-летию великого мыслителя и поэта Алишера Наваи. Научные конференции проходили в Институте Восточных рукописей Российской Академии Наук, в Государственном Эрмитаже и в Российской Национальной Библиотеке. Новоинские чтения были приурочены к 80-летию научной конференции, посвященной творчеству Алишера Наваи, которая проводилась в годы блокады в 1941 году во время бомбежек в холодном Ленинграде. Мои российские коллеги-журналисты, делая фильм о блокадном Ленинграде, не могли не вспомнить об этом событии. Город не выживал. Город жил. В блокадном Ленинграде продолжали работать театры-библиотеки. В декабре 1941 года в холоде-голоде, когда каждый шаг блокадника равнялся километру, измученные люди шли к Эрмитажу на собрание, посвященное другому великому поэту Востока Алишеру Наваи. Да-да, в блокадном городе люди отметили 500 лет со дня рождения знаменитого узбекского поэта. Уже один факт честования поэта в городе осажденном, обреченном на страдания, голода и стужи. В городе, который враги считают уже мертвым и обескровленным, еще раз свидетельствует о мужественном духе народа, о его несломленной воле, сказал, открывая заседание, академик Арбели. Затаив дыхание, люди слушали стихи великого Наваи. Словами можно смерть предотвратить, словами можно мертвых оживить. Не только хлеб, но и стихи помогали людям выжить в это страшное время. Этот факт свидетельствует о том, что даже в сложные времена наследие Алишера Наваи вселяло в сердца людей надежду. В этом историческом событии тогда принимали участие великие востоковеды – Иосиф Арбели, Евгений Бертельс, Борис Петровский, Игнатий Крачковский и другие видные ученые, практически весь свет российского востоковедения. Сохранилась стенограмма их выступлений. В частности, Иосиф Арбели сказал, «Сегодня мы празднуем юбилей Алишера Наваи в очень сложных условиях, но это мероприятие, проводимое под грохот оружия, навсегда останется в памяти людей. И несмотря ни на что, поэзия Наваи будет жива, никакая сила ее не уничтожит, и мы всегда будем входить в ее прекрасный мир». В рамках юбилейных мероприятий в Институте Восточных Рукописей и в Российской национальной библиотеке для Всемирного общества и известных узбекистанских новоеведов были подготовлены выставки бесценных манускриптов и фолиантов с произведениями Алишера Наваи. Проектом совместно с известными российскими востоковедами был создан отдельный том серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», посвященный пережизненным рукописям Наваи, которые хранятся в Российской национальной библиотеке. «Хочу особо отметить, что это мероприятие проводится в рамках специального постановления нашего уважаемого президента. Наше Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана планирует провести еще одно мероприятие в Европе, потому что в Европе работают очень известные востоковеды и новоеведы. И где-то около 20 человек на сегодняшний день отозвались на нашу инициативу провести такое мероприятие в Париже. Наш великий поэт – это человек был мирового масштаба и мирового уровня». Всемирным обществом, крупнейшим востоковедческим организациям Санкт-Петербурга были подарены книги-альбомы проекта. Конференция, посвященная 580-летию великого узбекского классика Алишера-Наваи завершилась концертом, где в театре Эрмитажа звучали стихи поэта, переложенные на национальную музыку в исполнении артистов прославленного узбекского ансамбля «Маком». В эти предновогодние дни в Ташкенте состоялось вручение премии «Наследие для будущего». Премия была учреждена Всемирным обществом по изучению и сохранению «Популяризации культурного наследия Узбекистана». Начиная с этого года премия будет ежегодной. Ею будут награждать выдающиеся представители науки и культуры Узбекистана. Церемония премии вылилась в грандиозные события, в котором принимали участие ученые-востоковеды, сотрудники музеев и библиотек, руководители домов-музеев, художники и народные мастера, а также представители средств массовой информации. Церемония началась с награждения специальной премии, памятными знаками Всемирного общества за вклад в развитие культуры страны и продвижение идей сохранения и популяризации культурного наследия Узбекистана. По первой номинации премии были отмечены политические деятели нашей страны, которые с самого начала, с первого дня работы поддерживают и продвигают проект культурного наследия Узбекистана в собраниях мира. Проект объединил огромное количество ученых, посвятивших многие годы своей жизни изучению наследия Узбекистана и принимавших непосредственное участие в создании книг и их видеоверсий. Премии вручались по нескольким номинациям за многолетний вклад в изучение исторической науки, археологии и истории искусств Узбекистана, за сохранение и изучение рукописного наследия Узбекистана и эпиграфических архитектурных надписей, автором книг-альбомов серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». В этом году наградами стали комплекты книг-альбомов проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». По этим номинациям за верность науке и за вклад в работу проекта были награждены выдающиеся ученые-вистоковеды, историки, археологи и искусствоведы. По номинации «Художник и время» премии были вручены академикам Академии художеств Узбекистана и народным мастерам Узбекистана, хранителям художественных традиций нации. Следующими номинациями стали за серию фильмов, посвященных культурному наследию Узбекистана и за популяризацию культуры и науки Узбекистана. Премии были отмечены за серию документальных фильмов не только узбекские, но и российские журналисты, а также представители информационных агентств, успешно работающих в Узбекистане. Состоялась и церемония вручения книг-альбомов, общественным организациям и домам-музеям. Церемония премии «Наследие для будущего» сопровождалась музыкальными всемирно известными хитами в исполнении эстрадно-симфонического оркестра имени Батыра Закирова. Остался позади 2021 год, еще один год нашей жизни. Премия «Наследие для будущего» подвела итоги уходящего года. Все то, что волновало нас, над чем мы работали и все то, что было реализовано в масштабах проекта «Культурное наследие Узбекистана» в собраниях мира.